Здравствуйте! Умные девайсы уже давно стали неотъемлемой частью жизни как взрослых, так и детей. Сегодня мы поговорим о том, какие опасности и возможности видеть дети для себя в интернете, как они к нему относятся. У нас в студии сегодня Дрема Дуревский, координатор молодежного клуба Актив. Андрей, привет! Здравствуйте! Расскажи немного о вашей организации. Молодежный клуб Актив – это в первую очередь молодежная организация, и мы занимаемся организацией свободного времени молодежи. То есть мы делаем такое доброе дело, чтобы ребята не находились на улице, чтобы они не шатались по городу без смысла, а мы делаем какие-то такие интересные активности, где они могут чему-то научиться, познакомиться с новыми ребятами или даже поделиться чем-то, что у них есть. И ты занимаешься непосредственно чем? Я занимаюсь непосредственно организацией мероприятий, вот как раз-таки организацией досуга молодежи. Недавно были обнародованы результаты свежего исследования, проведенного консультационным советом по вопросам детей, которые действуют при Телле. И это исследование проводилось с целью того, чтобы как раз-таки спросить напрямую у детей, как они относятся к интернету, какие видят опасности, какие видят для себя возможности. В исследовании участвовали шестиклассники из семи стран – Эстонии, Литвы, Латвии, Финляндии, Дании, Швеции, Норвегии. Наверное, самым интересным из того, что мы узнали, оказалось то, что если взрослые различают виртуальные реальные миры, то для ребенка интернет стал уже давно частью повседневной жизни. То есть игры, общение онлайн, получение какой-то информации стало обычной частью жизни ребенка. Одной из самых важных тем для детей из Эстонии оказалась надежность и достоверность информации. Они дали большое количество советов о том, как не нажимать на подозрительные ссылки, как определить, что человек, с которым они общаются, является тем, за кого себя выдает и другие разные советы. Расскажи, у себя в организации вы проводите с детьми какое-то обучение, рассказываете им, как безопасно пользоваться интернетом, какие-то такие вещи? Да, конечно. Мы в организации проводим и такие мероприятия, потому что это очень актуальная и важная тема не только в Эстонии, как мы выяснили. И также, когда у нас проходят различные курсы, мы обязательно вставляем туда лекцию про безопасность в интернете. У нас есть один человек, который очень активен в интернете, он занимается креативом, он вообще активен в интернете и он очень хорошо знает эту тему. Мы даже его очень часто посылаем на определенные мероприятия, где происходят такие дискуссии про интернет, и он очень всегда активно там участвует. То есть, да, у нас есть человек, который обязательно и подробно, и хорошо расскажет молодежи о том, как пользоваться интернетом, какие в нем опасности и что надо вообще включать в голову, когда ты сидишь в интернете. Бывали ли у вас какие-то ситуации, когда дети обращались к вам за помощью? Или все-таки, если у них случается какая-то проблема в интернете, они в первую очередь идут к родителям? У нас и случались такие случаи. Очень многие родители, к сожалению, не поддерживают вообще, своих детей и вообще не поддерживают то, что они сидят в интернете. И поэтому есть молодежь, которая идет к нам напрямую, спрашивает о том, какая у них проблема была и как ее возможно решить. Такие случаи не очень часто, но не каждый день происходят. Что и хорошо. Да, это правда. Очень позитивный момент. Но иногда бывает и такое. Половина детей, которые принимали участие в опросе в Эстонии, ответили, что они используют интернет в основном для получения какой-то нужной информации для выполнения домашних заданий, что им очень легко найти друзей новых в интернете или наладить, например, отношения с каким-то новым одноклассником и так далее. Но при этом, что очень интересно, в Эстонии показатель детей, которые считают, что они проводят слишком много времени онлайн, намного выше, чем в других странах. Скажи, когда вы встречаетесь у вас в клубе с ребятами? У вас есть какие-то правила, что вот мы встретились, нужно отложить телефон в сторону? Или все-таки для вас это не является какой-то проблемой, и каждый сам понимает, где этот баланс, и когда нужно убрать телефон, а когда стоит в него посмотреть? У нас в организации никогда не было никаких таких правил, что нужно убирать обязательно телефон, что не прикасаться никаким гаджетам. Нет, все абсолютно свободно, спокойно. Ты приходишь, хочешь сидеть? Да, пожалуйста. Вот там ребята есть, вы все вместе можете посидеть на пуфиках, посидеть, не знаю, почитать новости, какие-нибудь мимики посмотреть. То есть это все возможно, это все есть. К счастью, и, наверное, это и есть одна из важнейших целей нашей организации, это то, что мы делаем, мы даем им альтернативу, мы даем им возможность провести время так, как они этого не делают в обычной жизни, да, то есть повседневной своей рутине, то есть из школы домой, из дома в школу. Мы же даем им какую-то интересную активность, где они могут что-то для себя новое открыть и узнать. И поэтому телефоны здесь, ну, они адекватно сами понимают, что, ну, здесь они не нужны. И я, кстати, думаю, что именно такая статистика о том, что очень много ребят у нас считают, что они сидят слишком много в интернете, это по большей части навязано, конечно же, родителями и вообще взрослыми, которые давят на молодежь. Это, опять же, лично мое мнение и мои наблюдения, когда я вот работаю в организации. Потому что ребята, ну, если им есть чем заняться, они ни в коем случае не возьмут телефон, потому что они прекрасно понимают, что что-то делать куда интереснее, чем вот залипать в одну и ту же точку. Иногда, конечно, все-таки они и залезают туда, потому что там тоже интересно. А какие тогда у тебя есть советы, может быть, родителям? Стоит ли считать, видеть в этом какую-то опасность в интернете? Или, может быть, в какой момент стоит вмешаться? Ну, главный, наверное, совет родителям – это занимайтесь своими детьми. Будьте вместе с ними, проводите вместе с ними время, заведите какие-то традиции в семье, выезжайте на природу. То есть занимайтесь чем-то интересным со своими детьми вместе. Другие же советы насчет именно безопасности – это, наверное, имейте представление, чем ваш ребенок занимается в интернете. То есть если он с кем-то общается, и он не хочет вам об этом говорить, лучше спросите его, узнайте в дружеской манере, ни в коем случае не заставляя, там, давай быстро говори мне, нет, этого делать, ну, наверное, мало на что вам скажут. А именно посидев, поговорив, узнав, чем же мой ребенок занимается в компьютере. Вот я всегда любил своей маме рассказать, какие игры я играю. Ой, я помню это, это было круто. И моя мама тоже очень любила это слушать, потому что игры есть разные. Да, и я, например, любил игры про историю. И каждый родитель может узнать то, чем занимается их ребенок. Главное – спросить. Кстати, то, что ты говоришь по поводу вот этого, возможно, навязанного мнения, это как раз-таки тоже подтверждают и наши исследования, и плюс дети сами дали совет, давали совет такой хорошей самородителям. Они говорили, что если вам кажется, что мы слишком много времени проводим онлайн на смартфоне, то вы являетесь для нас примером, и не проводите сами много времени онлайн. То есть если ты не хочешь, чтобы твой ребенок смотрел в телефон, то не показывай ему, тоже не будь постоянно в телефоне, не читай постоянно новости, а именно занимайся, предлагай какую-то активность. К сожалению, наше время в студии ограничено, хотя тема очень интересная, и поэтому мы обязательно вернемся в других передачах. Андрей, спасибо тебе большое за то, что рассказал, как представители молодежи, как вы на самом деле смотрите на эту тему. Я вижу, что на самом деле твое мнение много в чем сходится с этим исследованием. Скоро новогодние праздники, Рождество, и, конечно, с помощью Viber или Messenger классно поздравить как можно больше друзей и родственников с Новым годом, но мы все-таки желаем за новогодним столом отложить в сторону телефон и попробовать посвятить как можно больше времени друг другу. И спасибо, Андрей, спасибо вам, и до следующей встречи в передаче в Дегитарк. Субтитры подогнал «Симон»!